Всем привет! Вот буквально на недельке Илья из Петропавловска, участник нашей Золотой Сотни, выставил на аукцион, на продажу вот эти талончики Петропавловские. Здесь у нас, видим, 91-й год, 92-й год, разные месяца. Вот мясопродукты у нас, спички даже, талоны, мыло туалетное, это уже 92-й год у нас. Он выставил на аукцион, к сожалению, особого ажиотажа не было, я сделал чисто символическую ставку и выиграл. Ну и в довесок Илья прислал мне вот такие листы, на которых располагались подобные талоны. Видим, 92-й год, с обратной стороны вот такая вот розеточка сделана из ромбиков для хоть какой-то защиты. Естественно, тут никаких водяных знаков близко нету, но тем не менее, определенную защиту делали. И вот еще нашлась вот такая двойная, видимо, там выдали на двух членов семьи. И тоже вот здесь, обратите внимание, здесь у нас и сахар, декабрь 92-го года, ноябрь, неотоваренные талоны. То есть уже к тому времени, к концу 92-го года, дефицит немножко начал спадать. Ну а некоторых продуктов просто не было и, соответственно, талоны оставались неотоваренные. Вот такие интересные предметы еще у некоторых людей в кубышках хранятся. Если вы помните, у нас есть ролики, где мы вам показывали аналогичные талоны города Караганды. Там целая талонная книжка была, были талоны города Абая, которые у меня хранились дома. То есть вот такие интересные предметы. Да, не особо востребованные, то есть ажиотажа стороны коллекционеров к ним нету. Но предметы интересны именно сами, как предметы истории. То, что у нас был 91-92 год, развал Советского Союза, тотальный дефицит, пустые полки в магазинах. И, как следствие, эти талоны. Ну и наша задача коллекционеров, естественно, попытаться этот пласт истории сохранить. Что-то сохраняется в музеях, что-то сохраняется в наших частных коллекциях. И вот снимаем ролики, показываем, рассказываем. Думаю, хоть и не очень приятные воспоминания, но тем не менее, кто-то из Петропавловска вспомнит эти талоны, как он стоял в очередях по несколько часов, для того, чтобы купить там 2 килограмма сахара, литр растительного масла, ну и кусок мыла. Ну и самое интересное, я говорю, меня удивило, что, допустим, в Караганде талонов на спичке не было. А в Петропавловске, оказывается, были талоны даже на спичке. Хотя, вот я говорю, в Караганде, насколько помню, спички можно было купить без проблем. Всем удачи, если у вас есть подобные талоны, хранятся дома где-то в кубышках. Пишите в комментариях, ну и если что, если там будет что-то интересное, я думаю, рассмотрим вариант или обмена, или приобретение. Снимем еще один ролик по другому городу с такими же талонами. Всем удачи, до новых встреч на канале П.